За полтора года пандемии жители Башкирии уже устали ждать новые волны коронавируса. Количество заболевших то идет на подъем, то на спад. Ближе к осени оно снова возрастет. По мнению профессора Багамуу Науфаля Загидулина, эта волна будет шестой или седьмой. Для начала поговорим о предыстории всех вот этих вот волн ковида, чем они запомнились, какой из них вывод можно было бы сделать. Альфа – это уханьский вариант, китайский, классический, который был в 2020 году, весь 2020 год нас пугал. Затем ему на смену пришел бета, индийский вариант, который был гораздо мощнее, гораздо сильнее. Затем еще был гамма, ну и несколько других вариантов. То есть вирус переживал такую эпоху трансформации, очень быстрой мутации. С каждым новым штаммом коронавирус становится все более заразным, а протекает болезнь, напротив, легче. Зимой жители Башкирии и России в целом страдали от штамма омикрон. Его симптомы больше напоминали грипп. Но при этом, по словам медиков, заболеваемость с самим гриппом отошла на второй план. Ковид, по сути, боролся сам с собой. Каждая следующая волна, она должна была перебивать как бы предыдущую волну, чтобы он выжил. Новая волна заражений, которая вскоре дойдет до Башкирии, это штамм кентавр. Он похож и на омикрон, и на дельту. Вот дельта – это британский, индийский вариант, который был как раз в прошлом году. Поэтому он немножко будет более сильным, но будет проходить также где-то полтора-два месяца, то есть до начала октября. Вот сейчас он как раз разгорается. Основная масса болеющих – это будет с начала года. Как всегда, приезжают отдыхающие, приезжают дети, которые идут в школы и начинают заражать друг друга, 30 человек в классе. Этого штамма, как и предыдущих, следует бояться людям с хроническими заболеваниями. Им потребуется больше времени для выздоровления. Нельзя забывать и о последствиях. По мнению экспертов, коронавирус продолжает бить по самым слабым точкам организма. Конечно, вирус мутирует. Эффективность – это надо признать. Вакцинация немножко падает, потому что структура, генетическая структура его изменяется, но тем не менее она сохраняется. Эффективность вакцины сохраняется. Ну и с темой вакцинации можно перейти к теме ограничений, потому что и в прошлом году, и в этой зимой очень многие ограничения были как раз связаны с фактом того, вакцинирован человек или нет. То есть те же QR-коды в торговых центрах, которые проверяли, в заведениях общепита их тоже смотрели. Поэтому хотелось бы узнать ваше мнение насчет того, как могут измениться вот эти все ограничения, появятся ли новые. Если говорить про специализированные, про, например, медицинские учреждения, то у нас как были маски, так и они остаются. То есть ничего не меняется. Если говорить про учреждения общепита, то до сих пор, в принципе, там масочный режим сохраняется. Я, честно говоря, сомневаюсь, что будет введена вот такая массовая там жесткая проверка. Каждая следующая волна коронавируса, она становится более заразной, но слабее. То есть мы же такими средствами не боремся с ОРВИ, да, с респираторной вирусной инфекцией. Вот прямо к драконовским мерам не вводится. Ноуфаль считает, что ни серьезного локдауна, ни дистанционного режима вводить не придется. Разве что жителям Башкирии не стоит забывать прививаться. Сколько времени уже идет пандемия, все время появляются люди, которые, ну, грубо говоря, не верят в коронавирус, которые считают, что это все огромная теория заговора. Сюда же к ним присоединяются люди, которые протестовали против введения QR-кодов, которые считали, что через вакцину вводят под кожу какие-то чипы и все прочее. Как им можно объяснить, что на самом деле они неправы, заблуждаются, и это просто болезнь, от которой нужно как-то себя спасать, оберегать? Мне кажется, в самом начале действительно большая часть не верила. Там, помните, было, что это рептилоиды, там, программируют, там, такие бредовые вообще теории, конечно, были. Многие вот у нас больные говорят, мы так не верили, когда мы в больнице были, там, в красной зоне, мы ей не верили, но все равно заболел. Другое дело, что люди, конечно, устали. Устали от ограничений, бизнес устал вот этих ковидных, потому что это потеря денег, потеря, в общем-то, какие-то возможности для развития. Люди устают, да, и, конечно, уже никому не хочется соблюдать эти требования, но, тем не менее, вот нам как бы с этим жить. Глобального такого локдауна, как было весной 2020-го, уже тоже не будет? Не будет, и, прежде всего, дело в том, что эта волна, она практически в Европе, она уже заканчивается. Вот, я не показал там ничего сверхъестественного. ЮТВ вышел на улицу Уфы, чтобы узнать, ждут ли горожане нового пика болезни. Надеюсь, лучше, ну, хуже, то есть не станет. Единственное, что меня больше волнует, это опять изоляция, то есть опять закроют много мест, куда я хожу, в том числе университет. Ну, понятно, что ковид уже мы никак не уберем окончательно, он станет как обычный грипп. Вообще, я знаю, что надо носить маски, конечно, но этого не делаю, потому что очень жарко. Ну, я сделал вакцинацию два раза, ну, больше пока не планирую, думаю, достаточно, но на случай чего опять пойду в больницу. Лично я, как бы, не особо боюсь заболеть, потому что прививка есть. Вы мне давно сделали? В ноябре. Ну, прививки сделали, маски есть, будут маски, скажут носить маски, будем носить маски. Так что, главное, чтобы никто не болел. Кроме того, Ноуфаль считает, что штамм Кентавр – это, если не последняя, то одна из последних волн коронавируса. А в следующем году ковид окончательно уподобится обычной ОРВИ. Евелина Бронникова, Роман Нугуманов и Андрей Лугоша, телеканал ЮТВ.